продолжается рубрика ответ вопрос от вас поступает много вопросов и на некоторые из них я делаю видео ответы в этот раз одним из часа задаваемых вопросов стал вопрос о плавниках моей рыбки отгрызли плавники отрастут ли новые пришел с работы а рыбка без плавников что делать один грудной плавник стал меньше другого и так далее разберем этот вопрос на примере моего петушка на ваших экранах симпатичный петушок супер дельта самая обыкновенная искусственно выведенная бойцовская рыбка но заводил я ее совсем для того чтобы она принимала участие в боях те из вас кто следит за моими публикациями в инстаграме наверняка ее видели этот петушок был своего рода оракулом предсказывал футбольные матчи именно так он и оказался у меня да вот только выглядел он совсем иначе в общем смотрите сами как это было и и Субтитры создавал DimaTorzok А вот так он выглядит сейчас. Белая каемка, которая ровной полосой проходила по всем плавникам, потеряна. Потеряна она по моей вине. Долгое время этот петушок жил в отдельном аквариуме, пока я не решился пересадить его в один из общих аквариумов. Возможно, многие из вас зададутся вопросом, зачем, ведь петушки должны жить отдельно. Полностью с вами согласен. Но петушки, или как еще называют бойцовская рыба, уже не та. Далеко не у всех петушков сохранился тот самый ген, который подталкивает их биться с другими самцами. Да и в общем аквариуме были совсем не петушки, а меченосцы и кардиналы. К тому же в аквариуме множество различных укрытий, где при необходимости можно укрыться. В общем и целом, любопытство взяло вверх. Ну а как иначе нарабатывать опыт? Читать, что пишут другие, а самому не провести эксперимент и не попробовать, так не получится. Так как я давно занимаюсь аквариумистикой, все эти нюансы, конечно, знал и понимал, что может получиться. Делюсь своим опытом с вами, и именно поэтому провожу подобные эксперименты. Первые пару часов все происходящее было под чутким контролем. Петушок изучил аквариум, аквариумные обитатели познакомились с ним. Все проходило достаточно мирно, но стоило мне отлучиться, как в аквариуме что-то произошло. Причем не петушок напал на своих новых соседей, а они на него. Обгрызли только белую каемку, так сказать, подстригли, потрепали. Конечно, увидев, что случилось с петушком, я ужаснулся. Но самое интересное то, что его на моих глазах никто не трогал, не трогают и сейчас. Подобных ситуаций действительно масса, и единственное, чем мы можем помочь в таких ситуациях, это применить кондиционер для воды. Самые ходовые и популярные, на мой взгляд, сероокутант, стресс-код или Нилпа Альтерфикс. Пользовался всеми, сейчас у меня Альтерфикс, поддерживаю отечественного производителя. Что они делают? Все эти кондиционеры обладают прекрасным рано заживляющим действием, стимулируют синтез новых клеток эпители и усиливают барьерные функции организма. При этом не влияют на активность полезных нитрифицирующих бактерий в аквариуме. Конечно, если на ваших глазах продолжают обгрызать плавники, рыбу стоит отсадить. В моем случае такого не было, поэтому петушок остался в аквариуме. Как видите, сейчас все они мирно живут, меченосцы даже размножаются в общем аквариуме, и все прекрасно. Плавники отросли до своего изначального размера, да только беда в том, что цвет у них уже не белый. Так что на вопрос, отрастут ли плавники, отвечаю твердо да, однако учитывайте, что плавники должны быть здоровыми. Рыба должна быть здоровой. Посмотрите внимательно на эти фотографии. Такой вид плавников говорит о том, что у рыбы проблемы, скорее всего, так называемая плавниковая гниль. Плавники, конечно, отрастут, но для начала их нужно вылечить. Надеюсь, мне удалось раскрыть эту тему. Если вдруг еще остались какие-то вопросы, конечно же, пишите в комментариях под этим видео или в инстаграме. Страничка в инстаграме, ссылочка на нее находится в описании под этим видео. А у меня на этом все. Всего доброго вам и вашим близким. И до новых встреч на канале Пар. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok